«Худой ты очень!» – вздохнув, говорила мать. Он начал приносить книги и старался читать их незаметно, а, прочитав, куда-то прятал. Иногда выписывал что-то на бумажку и тоже прятал. Она замечала, что порою он употребляет какие-то новые слова, непонятные ей, а привычные для нее грубые и резкие выражения выпадают из его речи. И в отношении к матери было что-то новое. Он подметал пол, сам убирал по праздникам свою постель, и вообще старался облегчить ее труд. Никто в слободе не делал этого. Однажды он принес и повесил на стенку картину. Трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро. «Это воскресший Христос идет в Имаус», – объяснил Павел. Матери понравилась картина, но она подумала. Христа почитаешь, а в церковь не ходишь. Максим Горький, мать. 9 января 1905 года, в кровавое воскресенье, вскоре после расстрела шествия, которое он возглавлял, священник Георгий Гапон был у Горького. Уже не в рясе, остриженный, обритый, он произвел на меня трогательное и жалкое впечатление ощипанной курицей. Что теперь делать, Алексей Максимович? Идти до конца? Все равно, даже если придется умирать. Они пошли в вольное экономическое общество и обратились к левой интеллигенции с призывом поддержать рабочее восстание. Восстание не случилось. Гапон эмигрировал, а Горький оказался в одиночной камере в Петропавловской крепости. Это был международный скандал. За него вступились Роден, Анатоль Франц, Герберт Уэллс. В Риме студенты выходили на демонстрации в его поддержку. Ну и где-то через месяц его выпустили под залог. Он вступил в РСДРП, стал самым известным членом рабочей партии на тот момент и ее финансовым попечителем. И уже в следующем году за границей написал своего рода «Евангелие социализма» Роман «Мать». Думала я о своей жизни. Господи Иисусе Христе, но зачем я жила? Побои, работы, ничего не видела, кроме мужа, ничего не знала, кроме страха. И как рос Паша, не видела. И любила ли его, когда муж жив был, не знаю. Все заботы мои, все мысли были об одном, чтобы накормить зверя своего вкусно, сытно, вовремя угодить ему, чтоб не угрюмился. Не пугал бы побоями, пожалел бы хоть раз. Не помню, чтоб пожалел когда. Бил он меня, точно не жену бьет, а всех, на кого зло имеет. Двадцать лет так жила, а что было до замужества, не помню. Вспоминаю, и как слепая, ничего не вижу. Видно, все из меня было выбито, заколочена душа наглухо, а слепла, не слышит. Максим Горький, мать. Слобожане, встречая на улице гроб, останавливались и крестясь, говорили друг другу, чай Пелагея-то рада, радешенька, что помер муж. А некоторые поправляли, не помер, а издох. Спустя недели две, в воскресенье, Павел Власов пришел домой сильно пьяный и кулаком по столу, как отец, крикнул с порога, «Мамаша, живо!» Дурачок ты! Каким кормильцем ты будешь мне, если пить начнем? Пьет. Хоть ты бы пожалел, мать-то! Мамаша, папенька, папенька, папенька! Первая же попытка сына стать блудным закончилась его возвращением. И жизнь в маленьком доме Власовых потекла тихо и спокойно. Но внутри она видела это. Он все-таки уходил в страну далече. Вот тут плохо мне стало, и жалко его. Сколько страху, тревоги испытала я, сердце разрывалось, когда думала о его судьбе. Не плачь, мать. Подумай, какую жизнью мы живем. Тебе 40 лет. А разве ты жила? Чем ты можешь помянуть прожитое? Что же ты хочешь делать? Учиться, потом учить других. Мы должны понять, должны узнать, мать, отчего жизнь так тяжела для нас. Я не один. Есть люди, их много, которые желают добра народу, сеют в нем правду. За это их сажают в тюрьмы, посылают на каторгу. Я видел таких людей, и ты увидишь. Это лучшие люди на земле. Так, Паша. Так. Поняла ты меня? Поняла. Пропадешь ты. Что оставалось? Сердце матери молилось и верило в сына. Она успокаивалась и старалась смотреть на его новое дело и новых товарищей любящими глазами. Во Христа верю, говорила Пелагея Нилуна, и словам его. Возлюби ближнего, як и себя. В это верю. Все чаще по вечерам являлись незнакомые люди, озабоченно в полголоса беседовали и, поздно ночью, подняв воротники, надвигая шапки на глаза, уходили во тьму, осторожно, бесшумно. Одни – насмешливые и серьезные, другие – веселые, сверкающие силой юности, третьи – задумчиво тихие. И хотя у каждого было свое лицо, для нее все лица сливались в одно – худое, спокойно решительное, ясное, с глубоким взглядом темных глаз, ласковым и строгим, точно взгляд Христа на пути в Эмаус. Максим Горький, мать. Алёше Пешкову было три года, когда умер его отец, заразившись от него холерой. Мать отвезла Алёшу к своим родителям в Нижний Новгород. Еще на пристани, пишет он, где их встречали, взрослые дети, все не понравились мне. Я чувствовал себя чужим. Особенно же не понравился мне дед. Я сразу почувил в нем врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опасливое любопытство. Возможно, Горький сгущает краски, все же детство литературное произведение, но других сведений нет. Дед, маленький, сухой старик, ростом под руку своей дочери, был домашним тираном. Дедья были того хуже, пили, дрались, старший даже как-то поджег дом со злостью. Мать не смогла тут жить, ушла. Мальчику пришлось бы совсем туго, если бы не бабушкам. Они с дедом оба были набожными, но, как пишет Горький, я очень рано понял, что у деда один Бог, а у бабушки другой. Мне очень нравился бабушкин Бог, такой близкий ей, и я часто просил, расскажи про Бога. Она говорила о нем особенно, очень тихо, странно растягивая слова, и непременно сидя. Сидит Господь на холме, среди луга райского, на престоле синя камня яхонта, под серебряными липами. А те липы цветут весь год кругом. Нет в раю ни зимы, ни осени, и цветы ни коли не вянут, так и цветут неустанно, в радость угодникам Божьим. А около Господа ангелы летают во множестве. Как снег идет, али пчелы роятся, аль белые голуби летают с неба на землю, да опять на небо. И обо всем Богу сказывают про нас, про людей. Каждому ангел дан. Господь ко всем равен. Вот твой ангел Господу приносит. Алексей дедушке язык высунул, а Господь и распорядится. Ну, пускай старик посечет его. И так все про всех и всем он воздает по делам. Кому горем, кому радостью. И так все это хорошо у него, что ангелы веселятся, плещут крыльями и поют. Слава тебе, Господи! Слава тебе! А он, милый, только улыбается им. Ну, дескать, ладно уж. Максим Горький. Детство. У бабушки была простая вера, допускавшая, например, в доме домового. Но она любила Бога. Говорила с ним, как с родным батюшкой, рассказывая ему обо всем, что случилось. И сочиняла сама молитвы. Сердечушка мое чистое, небесное, солнышко золотое. Испомни, Господи Григория, глазах все хуже. Послепни, помер обойдет. Хорошо. Он всю свою силу на дедушку истратил. А дедушка разве... О, ну... Заставая ее на молитве, дед бронился. Сколько я тебя, дубовая голова, учил! А ты все свое бормочешь, еретица! Как только терпит тебя Господь! Дед, рассказывая мне о необоримой силе Божией, всегда и прежде всего подчеркивал жестокость ее. Вот согрешили люди и потоплены, еще согрешили и сожжены. И всегда он меч над землей. И молился дед иначе. Становился всегда на один и тот же сучок половицы, подобный лошадиному глазу. С минуту стоял молча, опустив голову, вытянув руки вдоль тела, как солдат. И читал молитвы твердо, точно отвечал урок. Однажды бабушка шутливо сказала, «А скучно, поди-ка Богу-то, слушать моленья твое, отец. Всегда ты твердишь одно, да все то же. От своей-то души ни словечка Господу не подаришь ты никогда, сколько я не слышу». Он побагровел, затрясся и, подпрыгнув на стуле, бросил блюдечко в голову ей и завизжал, как пила на сучке. «Вон, старая ведьма!» Еще более тягостное впечатление от семейной жизни христиан Алексей получил, пойдя в Людин, в доме, где он исполнял обязанности горничной. Мое ближайшее начальство, бабушкина сестра, шумная, неукротимо гневная старуха, вставала в шесть утра и долго жаловалась Богу на свою жизнь, на детей и на сноху. Господи, ничего не прошу у тебя, ничего мне не надо. Накажи только сноху, а сыну маму Василию открой глаза на нее. Накажи ее, Господи, ради меня. А не другом я вот, не родясь, и сдухнуть. Опять мы, мамаша, разорались по заранку. Это просто беда. Ну-ну-ну, спи, спи. И чтоб прострелила их в кости, и не днабь им ни по крышке, Господи! Пойдите вы к черту, мамаша. На Пасхе, пишет Горький, приносит из Аранского монастыря чудотворную икону Владимирской Божьей Матери. Она гостит в городе до половины июня и посещает все дома и квартиры каждого прихода. К моим хозяевам она явилась утром. Я чистил в кухне медную посуду, когда молодая хозяйка пугливо закричала «Отпирай!» «Несут!» Я бросился вниз, грязный, с руками в сале и тертом кирпиче. Монах с фонарем в одной руке и кадилом в другой тихонько проворчал «Дрыхните! Помогай давай!» Я подумал с печальной уверенностью. Обидится на меня она за то, что я грязный несу ее образ и отсохнут у меня руки. Я любил Богородицу. По рассказам бабушки, это она сеет на земле для утешения бедных людей все цветы, все радости, все благое и прекрасное. И когда нужно было приложиться к ручке, не заметив, как прикладываются взрослые, я трепетно поцеловал икону в лицо, в губы. Кто-то могучей рукой швырнул меня в угол. Не помню, как ушли монахи, унося икону. Но очень помню, хозяева с великим страхом рассуждали, что же теперь будет со мной. Несколько дней я обреченно ждал. Что же будет? Хватался за киот грязными руками, приложился незаконно. Не пройдет мне даром это. Не пройдет. Но, видимо, Богородица простила невольный грех, вызванный искреннюю любовью. Или же наказание было так легко, что я не заметил его среди частых наказаний, испытанных мной от добрых людей. Максим Горький в людях. Гулять его не пускали, но заставляли ходить к овсеночной и по праздникам на позднюю обедню. Мне нравилось бывать в церквях. Стоя где-нибудь в углу, где просторнее и темнее, я любил смотреть издали на иконостас. Он точно плавится в огнях свеч, стекая густо-золотыми ручьями на серый каменный пол Амвона. Все вокруг гармонично слито с пением хора. Все живет странной жизнью сказки. Мне было неловко пред Богом бабушке повторять сердитые дедовы молитвы. Поэтому в церкви, в те минуты, когда сердце сжималось сладкой печалью о чем-то, или когда его кусали и царапали маленькие обиды истекшего дня, я старался сочинять свои молитвы. Стоило мне задуматься о невеселой доле моей, сами собою слова слагались в жалобы. Господи, Господи, скучно мне, хоть бы уже скорее вырасти, а то жить терпения нет, хоть удавись. Господи, прости, изучение не выходит толку. Чертова кукла, бабушка Матрена, рычит на меня волком, и жить мне очень солоно. Максим Горький в людях Много молитв моих я до сего дня помню. Работа ума в детстве ложится на душу слишком глубокими шрамами. Часто они не зарастают всю жизнь. Я отдыхал в церкви, как в лесу и в поле. Маленькое сердце, уже знакомое со множеством обид, выпочканное злой грубостью жизни, омывалось в неясных, горячих мечтах. Трилогия детства появится у него только через 10 лет после матери. А до этого светлые воспоминания Горького о бабушке и ее боге воплотятся в образе Пелагея Нилны Власовой из села Воскресенского. О ней, кажется, он мог сказать тогда вслед за Флабером «Мать – это я». «Насчет Господа вы бы поосторожнее. Вы как хотите...» Переведя дыхание, она с силой еще больше и продолжала. «А мне, старухе, опереться будет не на что в тоске моей, если вы Господа Бога у меня отнимете». Глаза ее налились слезами. «Максим Горький, мать». В декабре я решил убить себя. Пошел на базар, где торговали всяким хламом и старьем. Купил там за 3 рубля тяжелый тульский револьвер. Вечером сходил в баню и хорошо вымылся, делая все спокойно, старательно. Придя из бани, сел в своем углу написать записку, объясняющую смерть. И тут пережил неприятно волнующий час. Мне не удавалось найти нужное количество достаточно веских слов. Я умер, поскольку перестал уважать себя, показалось очень громким, неверным и обидным. Никто меня не любит, никому и не нужен, но это было стыдно. Напишу что-нибудь смешное. И вдруг спросил сам себя, да кому ты пишешь? Ведь писать-то некому. Увидев себя в зеркале, пожалел было силы, заключенной в крепком теле. Через час она бесплодна и навсегда исчезнет. Эта жалость просачивалась в тело как бы извне, текла сквозь мускулы к сердцу, переполняя его тяжестью самоосуждением. Ну ладно, будет, сказал я себе. Не сладил с судьбой и не кабинь. И выстрелил в грудь. Все вздрогнуло. Подпрыгнули дома окраины перед глазами. Тупой толчок пошатнул, отдался в спине, бросил лицом в снег. Снова стало удивительно тихо. Он понял, что не убил себя. Надо б на еще. Он крякнул, перемокся и, нащупав на снегу холодный револьвер, глядя в небо, где качались, опускаясь и поднимаясь звезды, снова приложил дуло к груди. Озепший палец дрожал, приклеивался к собачке и уж не имел силы спустить курок. Отвел руку и подумал сквозь сон. Может, так умру. Максим Горький. Его отходили. Попытался в клинике выпить хлорный раствор спасли и во второй раз. После этого он начал искать своего Бога. Ходил странникам по Руси, как Степан Трофимович из бесов. Жил в монастырях, беседовал со старцами. Меня крутил по земле вихрь сомнений. Я ходил среди людей полуслепой, не понимая смысла их жизни, страданий, почти до безумия изумленной их глупостью и жестокостью, измятой своим бессилием, не находя нигде ответов на острые вопросы, а они резали душу мне. Наконец, он решил пойти путем нити Карамазова, путем зерна. «Пропадешь», грустно качая головой, молвила мать. «Ослыхало, как Христос прозерно сказал, «Не умрешь, не воскреснешь». Он поднял руку и, раздельно произнося каждое слово, глухо сказал, «Смертью смерть поправ». Вот. Значит, умри, чтобы люди воскресли, и пусть умрут тысячи, чтобы воскресли тьмы народа по всей земле. Вот. Умереть легко. Воскресли бы. Поднялись бы люди. Максим Горький. Мать. «Мать» — это роман, подражающий евангельскому рассказу о воскресении. Горький рисует революционное подполье, как катакомбы первых христиан, а не мученики за свою веру. «Не было бы Христа-то, если б люди не погибли его Господа ради», говорит Нила, «Новно имея в виду церковь. Есть и своего рода Притеча, Кочега Рыбин. Есть и Достоевский, у которого каждый перед каждым виноват. И старец, кланяющийся Мите в ноги за муку его добровольную каторгу, чтобы не плакало дитя. И образ самой матери и ее сына, жертвующего собой ради избавления людей от рабства. И воскресший Христос, идущий в Имаус, еще не узнанный своими учениками». Добрый вечер. Незаметно для нее она стала меньше молиться, но все больше думала о Христе и людях, которые, не упоминая имени Его, как будто даже не зная о Нем, жили, казалось, ей по Его заветам. И, подобно Ему, считая землю царством бедных, желали разделить поровну между людьми все богатства земли. Ей казалось, что сам Христос, которого она всегда любила смутной любовью, где страх был тесно связан с надеждой и умиление с печалью, теперь стал ближе к ней и был уже иным, выше и виднее для нее, радостнее и светлее лицом. Точно Он в самом деле воскресал для жизни омытый и оживленный горячую кровью, которую люди щедро пролили во имя Его. Максим Горький, мать. Горькому дано было увидеть, как были обмануты надежды и разбиты мечты. Он фактически вышел из партии, не став проходить перерегистрацию. Октябрьский переворот открыто называл авантюрой, которая погубит Россию. Бросился на спасение людей от расстрелов, от тюрем, голодом, писал письма против гонений на церковь, против осквернения святынь. Он чувствовал свою ответственность за произошедшее, но веру, увы, так и не обрел. Незадолго до смерти Блока они беседовали в летнем саду о вечной жизни. Блок сказал, что ему приятно видеть, как я освобождаюсь от интеллигентской привычки решать проблемы социального бытия. Всегда чувствовал, что вас волнуют детские вопросы, самые глубокие и страшные. Почему вы не пишете о них? Блок вслед за Достоевским знал, что революция очистит русский храм, как божий бич. Сама того не ведая, приведет Россию ко Христу в белом венчике из роз. А Горький сказал, мне нравится представлять человека аппаратом, который притворяет в себе так называемую мертвую материю в психическую энергию. Ничего кроме мысли не будет. Все исчезнет, притворенное в чистую мысль. Все это скучно, ответил Блок. Дело проще. Все дело в том, что мы стали слишком умны для того, чтобы верить в Бога, и недостаточно сильны, чтобы верить только в себя. Как опора жизни и веры существуют только Бог и я. Человечество? Но разве можно верить в разумность человечества после этой войны, накануне неизбежных, еще более жестоких войн? Если б мы могли совершенно перестать думать хоть на 10 лет, погасить этот обманчивый болотный огонек, влекущий нас все глубже в ночь мира, и прислушаться к мировой гармонии с сердцем. Мозг – это ненадежный орган. Он уродливо велик, уродливо развит. Максим Горький, Александр Блок. Максим Горький, 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 Максим Горький,